здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала немногие рыбаки знают что осенью по остывающей воде можно ловить рыбу на тесто не хуже чем на червя или опарыша но в него обязательно нужно добавить пару ингредиентов такое тесто будет стабильно работать весь сентябрь и даже в октябре добавлять в тесто мы будем обычный колбасный сыр он имеет приятный запах копчености который привлекает рыбу семейства карповых как летом так и осенью ну и конечно сырная добавка прибавить тесту белков которые как раз требуются рыбе в повышенном количестве перед зимой как же сделать такое тесто я делаю проще некуда беру овсянку быстрого приготовления насыпаю необходимое количество в любую не металлическую емкость далее беру колбасный сыр и режу на небольшие кусочки и кладу их поверх овсянки можно взять и обычный сыр но тогда пикантный запах копчения будет отсутствовать после этого подливаю немного воды с водой не переборщите иначе потом придется досыпать много муки далее ставлю все это в микроволновку на одну минуту предварительно прикрыв крышкой сыр становится мягким и податливым вот тогда берем вилку и тщательно в нем смесь если получилось жидковато то подсыпаем муки добавляем немного нерафинированного масла и если есть кормовой мотыль то щепотку тоже можно добавить за счет сыра масса тесто будет достаточно плотный чтобы хорошо держаться на крючке такую наживку можно смело цеплять не только на донку или удочку ну и на фидер с дальним забросом насадка работает не только летом и осенью опытные рыбаки умудряются на нее ловить даже со льда лучше всего клюет карась карп платва лещ красноперка густера и усач иногда попадаются небольшие головлики следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту указанную в описании также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины всего вам доброго и и и и и и и